Всем привет, друзья! Меня зовут Виктория и вы на канале JazzLife Home Online. Это канал про джунгарского хомяка и в сегодняшнем видео я расскажу про вещи моего хомяка. Меня давно просили снять это видео, что есть у Джесси, покажите ее коробку с вещами. И вот я достала сегодня нашу большую коробку. Вот такая вот она у нас. Здесь большой пакет. Ну, в общем, сейчас я вам покажу, сколько добра есть у маленького хомячка Джесси. Начнем мы, наверное, с пакетика, в котором у меня вещи не только хомяка, но еще и моих попугарей. Поэтому буду сейчас доставать и все рассказывать. Значит, это наш шар. Я не использовала его как прогулочный шар. Ну, то есть я пробовала, конечно, но потом перестала это делать. Во-первых, Джесси не особо в восторге. Во-вторых, потом начиталась и наслышалась, что это для хомяков не самое лучшее занятие. То есть это опасно, вредно и не стоит этим заниматься. Но этот шар она очень любила. Она в нем любила бегать. Хоть он и меньше по размеру, чем ножи, но она его обожала. Вот. Поэтому, пока у нее была там маленькая клеточка, у меня стоял этот шар. И я даже подумываю, может быть, поставить его и сейчас еще раз. Она его так любила. Может быть, я его даже и верну. Ну, в дополнение к тому большому колесу, которое у нее и сейчас есть. Так, дальше достаем. Ну, это коробка просто, в которой хранился корм. Значит, здесь у нас такие палочки. Это палочки фруктовых деревьев, которые я кладу иногда в Джесси для того, чтобы она их грызла. Вот таким образом я их связываю веревочкой и кидаю в клеточку. Сейчас отложу, чтобы не забыть это сделать. Она о них точит зубки. Эти веточки собраны в лесу и обработаны кипятком и почищены щеточкой. Это у меня паилочка такая. Я ее не использую. Она шла к клетке, вот этой вот клетке, которую вы видите на заднем плане. Сейчас я использую маленькую паилочку. Вот такую. Она мне как бы больше нравится. Паилка фирмы Трикси, я ее покупала. Это какая-то сильно большая паилка для такого маленького джизгарика. Это как раз то, что нужно. Так, паилочку мы не используем. Она у нас лежит как запасная. Так, это я когда-то по незнанию купила солевой камень. Вот так он цеплялся к клеточке. Вот Джесси его даже и не грызла. Один раз она его первый раз, когда его поставила, в клетку положила. Она его облизала, пыталась там погрызть немножко. Ну и все. И потом интерес пропал. А потом я прочитала, что хомякам не рекомендуется. Солевые камни, мела там разные. Вот это все не нужно им. Так, откладываем в сторону. Дальше, дальше у нас тут опять-таки мелочек, который по фирме Природа, который тоже я покупала. Но, как оказалось, не нужно. Много всего покупалось в самом начале, когда я еще мало знала про хомяков. Вот еще один мелок такой. Но это я уже для попугая покупала. Ну и все. А дальше там огромный мешок, в котором всякие палочки из клетки для попугая. Так, пакет отставили. И берем коробочку. А теперь приветики. И, как всегда, выбираю троих победителей, кто поделился первым постом из группы Джесси. Вот все, кто у нас поделился. Ребятки, спасибо. Вы можете сейчас себя все здесь увидеть. Выбрать победителя. Милена Шалангова. Миленочка, мы с Джесси тебе передаем привет. Спасибо, что нас смотришь. Спасибо, что поделилась нашим видео. София Ярейска. Софиечка, и тебе тоже приветик от нас. У тебя очень классный щенок. Я надеюсь, это твой. Спасибо, что смотришь нас. И последний победитель Макс Бай. Вот такой вот у нас Макс. Спасибо, что смотришь нас. А на этом все. Всем пока. Кто хочет услышать привет в следующем видео, заходите в группу Джесси Лайф Хом Онлайн и делитесь первой записью на своей странице. В коробочке у меня наполнитель. Это опилки фруктовых деревьев, которые я использую как основной наполнитель в клетку моего хомяка. Здесь у меня вот такой большой пакет, в котором лежат маленькие пакетики. Это у меня кукурузный наполнитель. Гранула. Я ее тоже ей подсыпаю. Она ее любит грызть, кушать прям. Вот такой пакетик. Здесь у меня идет наполнитель в домик. Ну, я его одно время положила, попробовала. Джесси, он очень нравится. Это хлопок. Он шел вместе с клеткой, опять-таки, с вот этой бело-оранжевой. Вот. Но этот хлопок, как бы, он не впитывает влагу. И когда Джесси писала в домике, она писала сюда. Ну, короче, и вся была мокрая. И я перестала его использовать. Кроме того, говорят, что все-таки это как вата. И оно тоже опасно. Я не думаю, что вата опасна для хомяка. По крайней мере, я лично не знаю каких-то случаев, когда в вате хомяк запутался и что-то у него отсохло. Но есть такая легенда, что он может запутаться в лап. Лапка может запутаться, перекрыть кровообращение. И лапка может отсохнуть. Может быть, это и правда. Так. И основной этот пакет, что тут было? Пакет от вот такого наполнителя. Значит, этот наполнитель я использую только для горшка. Я заметила, что Джесси, когда в горшке вот этот наполнитель, она ходит в писи только туда. Поэтому, ну, я имею в виду, прессованный наполнитель не именно этой фирмы. Фирма Природа у меня. 2,5 килограмма стоил он 17,90. Даже не помню, когда я его покупала. Его расход очень маленький, поскольку я его сыплю только в горшок. И горшочек я меняю раз в 3 дня. Так, дальше. Из наполнителя еще у меня сено, которое я тоже не использую. Ну, я его купила, как только купила хомяка. Мне посоветовали, заводчица, которую я покупала, что им нужно обязательно сено. Вот такое вот оно. Луговые травы. Оно очень приятно пахнет. Я прямо хоть в подушку наполнитель вложи себе. Луговое сено. Фирма Природа. 7 гривен стоит. Может быть, у кого кролики или морские свинки это необходимо. Ну, вот хомяки якобы могут уколоть себе в глазик. И считается, что нельзя использовать сено. Я какое-то время использовала, потом перестала. Ну, так вот и валяется. Может быть, кому-то отдам, у кого какие-то большие грузины. Так, дальше. Такая вот коробочка фирмы Трикси. Кучу денег стоила. Это 76 гривен диск, который благополучно Джесси игнорировала. Вот такой у меня есть диск. И Джесси как-то абсолютно к нему равнодушна. Может быть, попозже я еще попробую поставить. Может быть, у меня что-то поменяется. Другая клетка или еще что-нибудь. Ну, в общем, лежит у меня этот диск на всякий пожарный, так сказать. Пусть лежит. Может быть, настанет его час. Может, будет у меня когда-то еще другой хомячок, которому понравится диск. В общем, все это здесь у меня было бы получено храниться. И совсем недавняя покупка. Буквально пару дней назад я купила вот такой вот гамак. Мне в комментариях написали совет купите Джесси гамак повесьте. Мой хомяк очень любит. И я подумала, почему бы нет. Стоит он 89 гривен фирмы Трикси. Он выглядит не так, как здесь. Как он выглядит, я вам сейчас покажу. Вот такой гамачок у нас. Вчера я его повесила. Он ей очень понравился. Джесси, Джесси, Джесси. Сейчас попробуем ее вызвать и заманить в этот гамак. Она очень-очень много в нем сидела. Она пыталась там грызть что-то, но у нее ничего не получалось. О, видите, выходит Джесси. Джесси, Джесси, Джессичка, ты знаешь, что ты Джесси, что ты моя девочка белая. Мой хомячок красивый. Выходи, Джесси. Джесси, вылазь. Вылазь, моя хорошая. Вылазь, моя радость. Джесси, маленькая моя девочка. Иди сюда. Джессичка. Джесси, Джесси, Джесси. Не-не-не, не закапывайся. Давай. Выходим, 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 моя хорошая. Иди сюда. Так, дальше, кстати, из вещей для Джесси. Вот у меня есть такой стенд. Там вот такая деревянная подставка. Он с колокольчиком. Джесси любит залезть сюда, сюда, потом сюда, понюхать все внимательно. Вот. И спрыгнуть с него. То есть, классный вот этот вот стендик. Она его раньше не использовала. Она раньше с ним как-то, ну, не обращала внимания. А сейчас постоянно на нем сидит, вынюхивает что-то. Вот. И также у нас есть кормушка. Это шла кормушка к этой клетке. Горшочек. Это у нас контейнер. Это обычный пищевой контейнер, который я использую как горшок. Мне он нравится. Он прозрачный, поэтому он вроде как незаметный. Джесси залазит сюда, ну, сюда, сюда и потом сюда. Или же залазит на свой домик. Домик у нас тоже от фирмы Трикси. Вот такой вот деревянный, классный. Она его обожает просто. Больше всего со всех домиков она любит этот. Здесь к клетке идет вот такой вот стандартный домик. Ну, она раньше в нем спала, а теперь она его игнорирует. И мне пришлось Джессичку. Джесси. Кушает. Не будем отвлекать. Мне пришлось поставить обратно тот. Так. И у нас есть еще вот такой вот мостик. Тоже фирмы Трикси. Меняют свою форму. Сделать такой самостоятельно, наверное, очень сложно. Вряд ли это получится. Поэтому еще купить, он, конечно, дорогой, но сделать, наверное, не получится. Домик тоже. И вот такая вот штука. Тоже фирмы Трикси. Короче, все игрушки, походу, у нас фирмы Трикси. И это тоже деревянный, в который она вот взялась обгрызать. И просто это ей очень нравится. Она точит зубки там свои. Сейчас она меня понюхает. И пойдет ко мне на ручки. Да. Ну, я ее сейчас сюда запущу, конечно, потому что долго можно ждать, пока она настроится, туда залезть. О, вот она вылезла. Короче, залазит на домик, а потом залазит туда, в этот гамак. Гамачок классный. Ну, такое дополнение, знаете, еще какой-то этаж, типа, какой-то развлекаловка для хомяка. Выбор их очень большой. Они разные-разные были. Вот я выбрала такой. Там были такие, ну, просто как гамак настоящий, да, вот так вот. Он открытый. Но я подумала, что если он будет закрытый, то Джесси будет больше нравиться, потому что там как бы укромное местечко такое получится, как еще один домик, норка. Да, да, моя девочка полные щеки напихала и теперь полезла где-то там, да. Ой, ты-ты-ты-ты, зачухалась. Зачухалась там что-то? Что там зачухалась у Джесси? Нитки ей мешают. В общем, она уже все лесенки обгрызла, которые я ей позаплетала. Вот одна осталась. Итак, продолжим. В клеточке я вам показала то, что у нас есть. Еще у нас вот такое колесо. Как вы видите, у нас отдельный спортзал у моей мышки. Вот, и она в нем бегает с удовольствием ночью. Днем она предпочитает сидеть у себя в домике. Вот жопка наша улезла. Упазла и сейчас закопает вход. Да, она вся зарывается, этот на домик прям нагребает вот отсюда. Все вот это нагребает на домик. И у нее домик почти весь покрытый. Это я вчера сделала уборку. Вот это колесо очень нравится. Здесь мелкая сеточка, поэтому с лапками там все отлично. Она благополучно перелазит с трубы сюда в это колесо. И гасает в нем радостно-радостно. Самое удобное колесо вот это. Кто там копается? Джесси, 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 тебе нравится? Вот так, вот так мы залезли, да, и там копаемся. Что он там, Джесси, делает? Джесси, залазь в гамак. Есть чем теперь заниматься, Джесси, вечером. Да, Джесси? Гамачком занимаешься, да? Тебе не скучно теперь? Джесси, иди лучше веточки погрызи. Я и веточки вон прицепила, привязала. И она теперь может их грызть. В домик ушла. Классный гамачок. Очень классный. Мы с Джессикой и ним, ним довольны очень. А с вами была Виктория, канал Jazz Life Home Online. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. И будет вам счастье. Пока-пока. Встретимся на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok